Девушки отдыхают В Могилевской области задержали похитителей комбикорма Химикаты они сбыли владельцу фермерского хозяйства из Брестской области Какова сумма ущерба? Праздник без огня В парке культуры и отдыха в преддверии Дня пожарной службы Развернулись тематические площадки Здесь очень много детей из пришкольных лагерей Вот просто отдыхающие Кто попробовал себя в роли спасателей? А также белорусская столица Дополнительный поезд и зеленый запрет Ограничения на посещение лесов действуют почти в 70 Районах страны Какие регионы в Стоплисте? Эффективный ребрендинг Президент посетил торговый центр столицы Многофункциональный комплекс Настоящий бренд Белоруссия Место, которое хорошо знают не только Менчане, но и гости Сегодня это четырехуровневый центр С павильонами торговли и питания Оценить ребрендинг и обсудить работу предприятий Цель визита В непростых условиях поддержка отечественных брендов Залог успешной работы экономики К тому же важно не допустить дефицита продукции Президент поручил создать еще один подобный ТЦ На месте долгостроя, где с 2009 работы пока не завершены Белорусская, белорусская, белорусская Нас никто не упрекнет из иностранцев Ну ушли, уходите Мы будем продавать свое Поэтому там должен быть точно такой торговый центр И это уже надо начинать сегодня вечером Мы уже работаем У нас есть эти предприятия, которые хотят Министерство промышленности, бытовая техника, которая выпускается Ну хотят и эти же там могут тоже открываться Если кто-то хочет по импорту работать, то остался ради Бога Приходите, работайте Но уже надо выстраивать политику так, чтобы приоритет был белорусским Мы, кроме того, заключили договора с нашими университетами для концертных программ Университет культуры и Академия искусства Они будут показывать, потому что студенты могут дать нам где-то показать свое творчество Надо же какую-то копейку им за это дать И они, чтобы попросили, будут продавать свои картины, которые рисуют, произведения Студентам денег жалеть не надо Площади в торговом центре заняты почти на 100% Причем аренда для белорусских производителей значительно ниже, чем коммерческие квадраты Какой бы магазин не посетил президент, везде обсуждали, как преодолеть трудности Александр Лукашенко подчеркнул, за них не должны расплачиваться люди Кстати, ТЦ сегодня работает в обычном режиме И с главой государства смогли пообщаться покупатели Взяли с поличным, в Могилевской области задержали похитителей комбикорма К преступлению причастны три жителя Шкловского района и Оршанец Один из них, рабочий птицефабрики, выносил с предприятия смесь и дожидался подельников в условном месте Те увозили мешки на машине Преступный квартет задержали после очередной вылазки Химикаты они сбыли владельцу фермерского хозяйства из Брестской области В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело За несколько месяцев подозреваемые вывезли 3,5 тонны комбикорма и 600 литров удобрений Общая сумма украденного – 35 тысяч рублей Упрощенная схема, потенциальное сотрудничество и повышенный спрос БелЖД назначила дополнительные рейсы в Санкт-Петербург По каким датам? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Некоторые производители из ЕАЭС могут зарегистрировать медизделия в Беларуси по упрощенной схеме Без проведения клинических и гигиенических испытаний А также инспектирования производства Это касается компаний, которые имеют допуск к обращению в Европейском Союзе или США Предприниматели, которые были обязаны использовать кассу с 10 октября 2021-го, но не получили такую возможность, могут работать только с наличкой Какое право у них до сентября? Послабления должны упростить переход на использование терминалов и не допустить снижения поступлений доходов в бюджет БелЖД назначила дополнительные рейсы в Санкт-Петербург Причина в повышенном спросе Отправления запланированы на 29 июля и 5 августа в 20.40 из российского города А 30 июля и 6 августа в 19.15 из Минска Продажи билетов уже открыты Подробнее на официальном сайте, в приложении или по телефону 105 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 67 районах страны Заходить в угодья абсолютно свободно можно только в двух областях Витебской и Могилевской Больше всего закрытых территорий в Минском регионе За ситуацией можно следить на интерактивной карте Минлесхоза или через приложение МЧС с помощью рядом Беларусь заинтересована в продвижении отечественного кино на китайском рынке Есть потенциалы и в музейной сфере Сотрудничество с вызовами КНР вызывает большой интерес для наших учебных заведений, в частности в сфере искусства Регулярно проводятся одни культуры В этом году впервые они проходят в онлайн формате Наши достижения продемонстрируют 4 миллионам зрителей страны-партнера Движение затруднено Дорожники приступили к ремонту Минской На участке от Арджаникидзе до остановки Кошкомбинат срезают старый асфальт и укладывают новый В плане установка трех остановок безопасности Укладка тротуара и велодорожки, тактильной плитки Основной апгрейд планируют закончить к началу августа Движение здесь временно затруднено Напомним, работы ведутся за счет средств Республиканского фонда Так как улица – транзитная магистраль За качество отвечает ДСУ-16 От мясных деликатесов до восточных сладостей В Бобруйске открылась универсальная ярмарка Здесь можно впрок закупиться башкирским медом и узбекскими специями А еще обновить гардероб Приобрести платья, блузы, брюки и костюмы Что почем знает Ольга Васенда Вблизи Дворца искусств развернулся летний кермаш В белых шатрах предлагают выгодно купить восточные сладости Пахлава, рахат, лукум, сушеный кизил, помыла, изюм и разные виды шоколадного дрожжа Средняя цена – 25 рублей Плюс есть финики по 18 и курага за 60 Тут же и халва берут от 15 за кило Подсолнечная, арахисовая, узбекская и даже кунжутная Манго по 35 рублей, производитель Таиланд Нарезается пластинками и высушивается естественным способом У меня огромный ассортимент орехов Арахис, который стоит по 10 рублей Есть кишью сырой и жареный Производитель США Миндаль есть Он, правда, стоит 55 рублей Но, тем не менее, это орех очень полезный На прилавках есть и крем-мед с добавками в виде сушеных ягод, перги, прополиса и живицы Их привезли из разных уголков Алтая, Крыма, Краснодарского края и Башкирии Передлагают здесь и лакомства из Беларуси Стоимость – 14 рублей Неподалеку продают специи Выбор огромный 100 грамм средний у нас входит от 4 до 7 до 8 рублей Смотря что тут разные, больше 150 разных специй Поэтому от разных странах Основные из Узбекистана Но есть некоторые, которые в Узбекистане не растут Привозим из Индии, из Шри-Ланка Тут же можно купить и мясные делькатесы Домашнее сало, шпик и кровяную колбасу Особой популярностью пользуются рыбные консервы из Дальнего Востока Сайра, горбуша, печень трески и даже форель Ценовой диапазон от 3,5 до 8 рублей Такиманит аромат чая из Индии, Китая, Цейлона и Египта От молочного улуна до черного императорского Стоимость от 8 до 12 рублей за 100 грамм Кроме набора продуктов можно обновить сезонный гардероб Шорты, сарафаны, майки и футболки Собрать женские и мужские луки предлагают от 20 рублей Наполовину дешевле, аксессуары и очки для зрения Здесь же продают дневные и ночные турецкие шторы Метр всего 11 рублей Как у нас тут ярмарки появляются, я часто захожу сюда Я люблю специи покупать Халву обычно берем мы Ну и вот решили попробовать консервы вот эти вот Ну как бы цены меня устраивают Зима не за горами Шубы из овчины предлагают всего за 300 рублей Размеры от 38 до 62 Действуют карты рассрочек К слову, все товары на ярмарке продаются по оптовым ценам Летний кермаш работает ежедневно с 10 утра и до 7 вечера Закупиться впрок можно до 31 июля включительно Адрес Ульяновская, 35 Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360 Их цель – наша жизнь Бобруйские предвери дня пожарные службы организовали тематический праздник В парке культуры и отдыха развернулись интерактивные площадки Маленькие гости смогли попробовать себя в роли настоящего спасателя Примерили экипировку, проверили знания правил безопасности Потушили огонь и преодолели полосу препятствий Изучили содержимое пожарной машины Каждому участнику подарок Здесь в парке культуры и отдыха нашего города Проходит тематическое мероприятие Его инициировали работники парка Мы, конечно же, с удовольствием присоединяемся Здесь очень много детей из пришкольных лагерей Просто отдыхающие День пожарной службы в Беларуси ежегодно отмечается 25 июля Уже 169 лет сотрудники МЧС доблестно выполняют свой профессиональный долг Благодаря отваге спасателей Только в этом году ликвидировано свыше 3000 чрезвычайных ситуаций И спасено более 4000 человек по всей стране Это все из событий к этой минуте Смотрите нас в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok